Разрушение духовности мусульман имеет разные формы. Одним из рычагов влияния на мусульман для послабления рядов мусульманской уммы, уммы ислама, это разрушение института семьи, правильного, рационального подхода, исламского подхода к семье. Когда теряют, как это можно выразиться, то есть вся вот эта вот черта, разграничение роли мужчины и женщины пытаются стереть, когда все делается, вот ведет в один котел, можно сказать, что женщины, что мужчины, а в исламе четко есть граница этому всему. Роль мужчины, мужа, роль женщины, как супруги, и это все пытаются стереть мифическим непонятным равенством, которое на самом деле является псевдо-равенством, это вот равенство внедряется. На самом деле ислам вызывает справедливость, справедливость самое важное, понимаете, равенство это понятие условное. У каждого человека, индивидуума отдельной личности, даже вплоть до отдельной личности, есть те вещи, которые должен он соблюдать в отношении самого себя, в отношении Творца, в общество и так далее. И семейные ценности играют огромную важнейшую роль, это ось общества, это ось общества на самом деле. Но когда деградируются, идут псевдо-какие-то непонятные для ислама убеждения, оно разрушает не только одну семью, а целое общество. Наблюдаем сегодня очень много разводов, недопониманий, скандалов, руганий в семье. Все это от того, что информация сегодня, наплыв информации большой. Тазирования нету, нету какой-то исламской призмы этой информации. Человек читает все, на что он натыкается. И порой он имеет такие прозападные ценности, внедряет прозападные ценности. Нарциссизм, эгоизм, что мне должны все, я никому ничего не должен. Это подход не исламский. Мусульманин всегда должен кому-то, всевышнему, своему брату, обществу, всегда какие-то есть обязанности, которые мусульманин должен соблюдать. И нельзя сказать, я такой единственный, которому все должны, а вот я никому ничего не должен. Это очень неправильное понятие, мои братья. И с эгоизма начинается сегодня семейная жизнь тоже. Они уже заведомо знают, каждый уже что-то изучает и говорит, предъявляет друг другу. А не пробовал ли человек свои обязанности выучить, например? Не друг друга обязанности, а свои, свои, что ты должен делать с ними? Как муж, что ты обязан делать? И как жена, что ты обязан делать? Нет, у нас умудряются изучать друг друга обязанности. И жена тыкает мужа, говорит, ты должен, а муж, ну нет, ты должна. Таким, конечно, таким методом семейной ценности они не строятся. Это целый институт. Это нелегкое дело. Но люди, которые могут воспринимать и руководиться только неизменными чувствами, а это сегодня с животным инстинктом. Эти люди способны ли сегодня создать здоровую семью? Конечно, нет. Человек идет на поводу своих страстей. Первое, на что он обращает внимание, что у него есть вот это желание совокупляться, успокоить свое либидо. Это первая цель человека, у многих сегодня это. А ответственность, семья, ценность, это уже как бы на втором плане. И потом начинается, мы характером не сошлись. На самом деле вы-то сошлись. Просто ты не понял суть семейного института. Ты просто не понял, брат. Вот поэтому ты решил облегчить себе жизнь. Когда ты получил свое, и ты удовлетворился, и ты решил, а дальше уже тебе это стало неинтересным. Мои брата, когда посланник Аллаха сказал, что мы бракосочетания совершали побольше, почему? Чтобы у нас было праведное потомство. Чтобы мы знали, чтобы умопосланник Аллах увеличился, но не в таком плане, как сегодня мы это понимаем, извращенном виде, извращенном формате. Это не про это говорится. Некоторые шутку это переводят. Уже общаются на леонавниках и ставят разводника. 20 чем-то детей может у одного человека быть. От разных женщин. И они уделяются, куда-то придет и скажет, здесь тоже, наверное, мои дети ГТС, наверное. Наверное, столько он уже сбился со счетов. Но это, брат, они про это говорили. И сестры тоже. И сестры должны на них не обязанность, обязательство. Понимаете, нельзя... Вот, знаете, есть гармония семейная. Если каждый скажет, только на обязательство будет жить, вы будете врагами друг другу. Вы будете ненавидеть друг друга. Только дай, 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 ты должен, ты должен, ты должна, ты должна... Вы никак не получится. Поэтому нужно знать, что эгоизм это оставить. Надо идти друг другу навстречу тоже. Это должно быть идиллия. То есть стараться к этой идиллии и взаимопониманию, разумеется. Ислам к этому призывает. Ислам, посланник Аллаха, салалу асалам. Для нас, к примеру, мои братья. Всякий раз, когда мы выходим за рамки ислама, когда мы берем в себе других псевдогероев, скажем, псевдо, вот этих... Я не знаю, люди, лидеров, скажем так. Мы идем к деградации. Но если мы возвращаемся к книге Аллаха, к Курану и сунне посланника Аллаха, салалу алейкум асалама, мы достигаем той цели, которая нас Аллах требует. Довольство Аллаха. И семья тоже бывает в рамках ислама. У тебя друг к другу есть уважение. Но человек сегодня, если занимается развратными делами, развращает общество сам, а потом желает, чтобы у него была праведная семья. Это же несправедливо. Сколько братьев, которые развращают, занимаются прелюбодеянием, занимаются обманом, обманным ухищрением, заманивают сестер, а потом что получается? Оставляют, разводятся, а бывает даже зина делают, прелюбодеяние, и даже бывает до суицида дела доходят. Не каждый ведь вы держите внимательные, чтобы не играли чувствами людей. Женщины, не играйте чувствами ни своими, ни чужими. Цените чувства свои и чужие. Цените права чужих людей. И соблюдайте свои обязательства тоже. Если мы это не понимаем, если мы подходим к браку именно с той позиции, что я должен что-то, во-первых, я, вот только мне должны, я должен жить комфортно. Только мне должны. Даже некоторые говорят, женой должно жить хорошо, плохо жить, и я сам тоже смогу. Это уже некий эгоизм там идет, что ты должен жить комфортно. Разве посланник Аллаха так подходил к вопросу? Разве посланник Аллаха не был милостивым? Разве посланник Аллаха, как Авище рассказать, не помогал у себя дома? Помогал по дому даже своим женам, посланник Аллаха. Разве он был груб? Разве он занимался нецензурной бранью, матерщиной, избивал своих жен? Валлахи ля, это не так. Но если мы будем так себя вести, хотим ли мы отношение к нашим матерям, к дочерям и сестрам такое? Валлахи, мы этого не хотим. Это должен, мой брат, знать, что они тоже не хотят. Человек может пять намазов ходить в масштаб, но дома быть тираном. Братьям он может быть хорошим, дома может быть тираном. Моральным тираном и физическим тираном тоже. Психологическим, психическим, я не знаю, любого формата. Тираном может быть, натуральным, настоящим тираном. Хотя выйдет он, он такой мягкий, как котенок, с братьями такой приветливый. Ахи, субханаллах, Куран Аллах так говорит, но ты забыл права домашних людей. А посланник Аллаха что сказал? Хайру кум, хайру кум лил ахли, лил ахли. Лучший из вас, кто лучший из вас? Лучший для своего, для своей семьи. И я лучший, говорю, для своей женщины, для своей семьи. Я лучший, говорит посланник Аллаха, салаллах, алейкум салам. Почему, братья, он так говорит? Знаете почему? Потому что только дома ты бываешь настоящим. Знаете это? Дома ты бываешь настоящим, когда приходишь домой. Но в обществе ты себя показываешь хорошим. Ты не хочешь к себе аиб. Ты везде такой, знаешь, соблюдающий. Но дома ты бываешь настоящим. С родителями ты бываешь настоящим. С женой ты бываешь настоящим. С детьми ты бываешь настоящим. Поэтому лучший из вас, лучший для своей семьи. Но что такое лучший, мои братья? Это не говорит, что посланник Аллах жидким был. Субхану. Или мы жидкие должны быть. Это как понять? Ну, например, ты приходишь домой, например, дома не соблюдается религия Аллаха. Супруга не совершает намаз. Она не одевает хиджаб. Дети не знают Кур'ан. Дети не совершают молитву. Дети не знают салат на пророка, салаллаху алейкум саламу. Но они знают все другое. И тебя спрашивают, Ахи, а почему так? Ты говоришь, я же хороший. Я просто боюсь заставить. Я справедливый. Я не хочу заставить. Я не хочу. Вот я такой. Жидкий ты, брат. Жидкий. Жидкарь ты. Потому что, братья, Субхану Аллах. Субхану Аллахи Азим. Знали ли вы, братья? Аллах в Кур'ане говорит, Субхану Ахуа Та'аля, в День Великого Суда, твои родственники, муж с женой будут врагами. Они придут тебя, спросят. Они с тебя взыщут. Они будут просить Аллаха против тебя. Знал ли ты это, брат? Они будут первые, кто тебя будет таскать в ад. Будут говорить, мы не виноваты, он не обучал нас. Он был жидким. Хорошо. Хорошо. В чем благонравие? Если ты пришел домой, ты спроси, уважаемая жена, дети, вы делали намаз? Пять намазов сделали. Аль-хамдули-лях. Поцелуй своего ребенка. Поблагодари свою супругу. Но если она скажет, я совершал то, что, любимая Аллаха, и в чем-то опоздала, в твоем хитмате, вот тогда прояви справедливость. Ты скажешь, да, родная, ты сегодня многое по дому сделала, но я потерплю 5-10 минут, пока ты там что-то мне поставишь. Там прояви собор, не будь тираном. Вот твое милосердие дома. Когда касается тебя, ты ради Аллаха справедлив. Но когда касается религии Аллаха, ты должен это требовать. Ты должен это требовать, мои братья. Еще такие случаи бывают у нас, когда супруга не соблюдает, дети, детей тоже плохому учат. Ты говоришь, в диалоге, он говорит, что я хочу сохранить семью, говорит он. Эта женщина его не слушается. Эта женщина его унижает. Бывает, субханаллах, это картина сегодняшнего дня. Вы не поверите, братья. Пусть он нас наставит. Приходит женщина, мужчина разговаривает. Это супруги, это люди, где женщина прямо ему говорит. Ну, я здесь не скажу, как же эти слова, но вот посылает. Ты говоришь, субханаллах, если ты не можешь справиться, Аллах, ну, дай развод. Останови это, останови это унижение, в конце концов. Тебя унижают. Знаете, мои братья, если у человека есть такое дома, он не должен это терпеть. Ты делаешь наставление, но тебя не слушают, тебя унижают, тебя порочат. Твоих детей учат плохому, это терпеть, ты не обязан. Если ты справляешься, ты делаешь наставление, если не получится, тебе сонно развестись. Тебе желательно развестись даже в этой ситуации, если такое положение у тебя дома. Поэтому здесь тоже надо быть аккуратным. Религию Аллаха ставьте на первое место. Воспитывайте. Имам Аль-Газали, рахматуллахи, алейхи, говорит, что здесь нам, вот муж, что должен делать муж семьи, какова его функция? Не пять раз день кушать, требовать его функции. Не для того, чтобы искать свой комфорт целыми днями для себя и каких-то своих страстей. Мои братья, сколько бывает случаев, когда умирает мужчина, когда дети не знают, как за него дуа делать. Братья, это очень много. Уважаемые, бывают случаи, когда отца привозят, сын зайти не хочет, омолвительную. Он не хочет, он брезгает. Субханалв, как такое может быть? Как такое может быть? Хорошо, имам помоет, имам сделает. Потому что, кажем мы, фардуль кифая, но, братья, кто это сделает лучше твоего сына? Кто будет лучше твоего сына к тебе относиться после смерти? Обучи же его. Это твоя кровь, это твоя плоть. Хотя бы ради этих вещей мы должны об этом задуматься. Сегодня наши дети знают все. всех спортсменов, ихнюю жизнь, как они улыбаются, как они ходят, там во что одеваются. Спроси, посланник Аллаха, салаллаху, Мухаммад, за него спроси. Он не знает. Кто такой Мухаммад, сынок? Ну, там, знаешь, там у меня один, со мной вместе тренируется, там Мухаммад есть один. Он не знает, что посланник Аллаха, салаллаху, тоже Мухаммад. И ты хочешь, после твоей свадьбы, что он пришел, за тебя дуа сделал, ты, наверное, смеешься. Ты сам себе, я думаю, не веришь. Поэтому мужчина, когда, мужчина, когда выбирает, вообще хочет вступить в семейные отношения, что он делает? Он выбирает благочестивую женщину. Смотрите, как у нас работает. Я вам не советую так размышлять. У нас вот так бывает. Понравилась ему девушка. Ни намаз не делает. Ни соблюдает религию. Ну, когда говорит, ахи, а почему такой выбор? Я хочу ее наставить. Да она тебе самого наставит. И тебе рога наставит еще один день. Поверьте, братья, не рискуйте вот так религией Аллаха. Не рискуйте. Посланник Аллаха говорит наоборот. Когда вы ищете, религию смотри, брат, религию. Почему он так говорит? Потому что если ты сможешь ради красоты или просто богатства. О, богатство, конечно. Это даже объявление пишет. Хочу жену с квартирой, с машиной, с работой. Ну, и ты будешь как прицеп для нее получается. Ну, вот это хочет. Субханаллах. Вот такие моменты тоже бывают. Я говорю, ля. Если ты будешь только на богатство, ты будешь унижен, брат. Ходить же ты сегодня не найдешь. И тебя будут постоянно упрекать. Ты сам свалишь оттуда. Или ты вот так ходить, как униженный, ничего не можешь сказать там. Ну, ты понимаешь, я такой. или ты вот так должен жить. Рано или поздно, я по-любому упрекну за это. Если ради красоты будет гордость, будет отношение к тебе соответствующее, тебе будет урод, недостойный. Я достойно лучшего. На себя посмотри, бич. Не валлахи, братья, так бывает. Мы смеемся, валлахи, так бывает. Ради насаба то же самое будет. Ради религии смотри, брат. Ради религии смотри. Пришел человек и говорит, жалуется на свою жену и говорит, ни намаз не совершает, ни хиджаб не одевает, ни родителей не уважает. Куда ты смотрел? Ты что, очки одевал какие-то непонятные? Что-то не видел, что-ли? Куда ты шел? И сегодня приходит и говорит, знаешь, меня жена не слушается. Америку открыл. Поэтому посмотри, как религия. Самое главное. Когда один юноша пришел, когда один мужчина пришел жаловаться на своего сына, это известная история. Тогда он что сказал? Этого сына позвал. Сын говорит, я не слушаю своего отца по праву. Я по праву не слушаю. Я Амир 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 Первое из них праведную жену себе и мать для тебя найти. Он говорит, не, он не нашел. Он там влюбился, втюхался и женился. Но там похлеще были моменты. Потом говорит, хорошее имя тебе дать. Он не дал мне хорошее имя. У него имя было Мышелов. Такое имя поставил. Имя не дал. Мать не выбрал праведную. Он должен обучить тебя религии Аллаха и этому не обучил. Тогда Амир Амир сказал и чего ты хочешь после этого? Если ты имеешь зол этот металл, железо и железо золото ты не сможешь сделать. Он решил это сделать, но не фартануло у него. Успех ушел, но не получилось. Поэтому мои братья, когда мы идем на этот шаг, братья, Биллахи Азим, Биллахи Азим, братья, поднимите планку семейной жизни выше. Мы это можем сделать. Требуйте выше и будет нам выше. Когда товар спрашивая брать лучше, спрашивая брать выше, любая сестра почти сегодня скажет, почему, кто занимает теми или ими вещами, она сказала, что она занимается, потому что в этой обществе у нас такая. Требую брать выше, требую брать лучше, в религии требую. Миллионерам потом уже заводишь. Но религию требую брать. И тогда будет еще религия, и будет в обществе порядок. от нас больше зависит. Поэтому когда мужчина на этот шаг идет, будьте в этом плане ответственны мои братья. Но если ты к этому не подошел ответственно свои ошибки, тоже на себя возьми, брать. Не вини других людей, сам решай проблемы, старайся решить их. Если не получается, я не говорю, разведись, не говорю, делай наставление, делай двуа, делай наставление, сколько тебя хватит, ты можешь собрать тоже сделать. Но если у тебя не получается, брат, не унижай свою религию, не унижай свое достоинство, не унижай свое потомство, и так будет лучше для тебя. Так будет лучше для тебя. И конечно, если человек является сам по себе, когда мы говорим о сестрах, ведь они также должны выбирать, они тоже должны ставить религию поверх всего, ни развратника, ни человека, который там мог, как говорится, пол района его знает. Я извиняюсь, были моменты, когда, пусть Аллах простит, в одной местности один наш знакомый человек, знаете, что про него говорили, в этом месте он бештанов ходит, будет понятно, настолько он развратом занимался там. Уже бештанов пойдет, все видели, телевизор. Вот так некоторые видят себя. Поэтому это общее наставление мои братья. Будьте внимательны, будьте бдительны. И сегодня у кого-то есть дочеря, сыновья, за ними тоже наблюдайте, смотрите, чем они занимаются. Сегодня век интернета. Дочь особо контролирует брат. Посмотри, чем она занимается, не стесняйся. Знаешь, знаете, мне вот всегда будет интересна такая вещь, в религии Аллаха все рассчитано. И когда человек несовершеннолетний, есть такое понятие ты отец, ты несешь ответ за совершеннолетний, за своих детей, брат мой, ты несешь этот ответ. И когда тебе ребенок говорит, отец, это мое личное пространство, ты скажешь, личное пространство, у тебя дома будет. Но здесь это мое пространство, скажи ему. Я имею полное право посмотреть, чем ты занимаешься, проверять твой телефон и обшманать тебя, если надо будет. Это твое право. Не оставляй детей без присмотра. оставляй смотри с кем общается, смотри куда ходит. Когда что-то новое у сына появляется, не надо говорить, о, сынок, ты крутой, что-то новое появилось. Не тебя касается твоей чести, твоей религии, брат, интересуйся этим. Интересуйся не с той стороны. И сам будь благочестив. И старайся, чтобы твоя семья была благочестивой. Пусть она в этом поможет моей братьям. Это здесь имам Аль-Газали очень много пишет по поводу этого. Однако я конечно здесь все не стал цитировать. Это наверное долго будет. Но в целом мы канонические вопросы иншаллах обязательства супруга обязательства супруги мы это тоже будем рассказывать иншаллах рахман но цель такая что каждый человек должен свои обязательства изучать в первую очередь. Изучи брат уже ты обязан сначала соблюдай иншаллах иншаллах рахман и супруга тоже подтянется а если не подтянется обучай ее тоже как говорится без шансов тоже не бывает шанс давай конечно шанс